На повестке дня комиссии противодействия коррупции два вопроса. Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также доходы и расходы городских чиновников и членов их семей. Жизнь более тысячи муниципальных служащих под пристальным контролем. Ежегодно они отчитываются на какие средства, где живут и на чем ездят. Подробная информация размещена на сайте мэрии. В этом году не прошли проверку на финансовую чистоплотность. Всего два работника администрации. В отношении них проведены служебные проверки, по результатам которых один муниципальный служащий уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. По второму муниципальному служащему решение об увольнении будет принято по выходу из отпуска по уходу за ребенком. Анализируя информацию об организации работы кадровой службы при доставлении сведений о доходах, можно сделать вывод о том, что задача усиления данной работы в настоящее время успешно проводится и реализуется. Отчитались чиновники перед Олегом Фурсовым и за подготовку к чемпионату мира по футболу. За весь период строительства проекта на него планируется выделить из бюджета всех уровней 1 миллиард 428 миллионов рублей. Более полумиллиона поступит из городской казны. 761 миллион уже освоен. Часть пошла на строительство канализации к стадиону Самара-Арена и реконструкцию набережной. Глобальную стройку контролирует Минстрой, Департамент финансов и полиция на всех стадиях, начиная с размещения заказа на сайте закупок, заканчивая госприемкой. Все основные закупки по мероприятиям подготовки к проведению чемпионата мира по футболу осуществлялись конкурентными способами определения поставщика, подрядчика, исполнителя, открытыми конкурсами и электронными аукционами. При проведении конкурсов жалоб на установление критериев ни по одному из мероприятий не поступало. Работа по контролю ведется по всем направлениям. И я полагаю, в этой ситуации всевозможные коррупционогенные риски сведены к минимуму в этой ситуации. Благодаря прозрачности проведения работ по подготовке к чемпионату мира по футболу удалось сэкономить почти 17 миллионов рублей. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.